Если говорить немного про семью, сейчас вот в семейном кафе. У меня мама российская немка, папа карел. Около пяти лет назад я познакомилась с Ладой Дымкиной, дизайнером. И мы сразу друг друга поняли в творчестве, в общих целях. И у нас появилась идея создать коллекцию одежды. Мы в проекте работали над современной интерпретацией немецких традиционных костюмов. Делали именно современную коллекцию. И это как раз-таки Ладин образ. Она вдохновлялась традиционной одеждой немцев из семьи Шварцфальф. Я сейчас работаю в семейном кафе в деревне. И мастерская у меня в Петрозаводске. Поэтому я периодически езжу, встречаюсь с коллегами, с партнером, с Ладой Дымкиной, для того, чтобы обсуждать какие-то текущие задачи, новую коллекцию, ее продвижение. А спереди вот этот лишний объем уберет? Она вообще совершенно уйдет или все-таки будет немножко стоять? Ну, она будет чуть-чуть, может, конусом отходить, но, в принципе, она будет прямая, и фалды пойдут уже назад, и там будет складка по спине. Жить в деревне от города в 150 километрах мне, наоборот, помогает в работе по дизайну, по продвижению бренда. Потому что слишком много общения, суета города, этот информационный шум забивает часто уже какие-то новые идеи, новые перспективы. Деревня немножко начинает ограждать тебя от этого ненужного шума и информации, и спокойно работаешь. Изначально при работе с коллекцией всегда обращаемся к этнографам, к их материалам. В этом случае это была Елена Арнт, она очень хороший специалист. Вот я держу книгу ее в руках. И как раз-таки костюм для ансамбля «Фолькс Карусель» по волжских немцев, созданный впервые, мы сделали по ее трудам, и она постоянно нас консультировала, помогала. Хочется делать Карелию лучше, хочется, чтобы она была интересной, развивалась. И с другой стороны тянет к традициям и карельским, и немецким. Вот это мой комплект. Первый сшили. Здесь вот вы видите как раз эту полочку, такую уникальную овальную жилетик, рубаху. Все ручная фурнитура. Вдохновлялся мастер, мы заказывали мастера, Алексея Парикова, специальную эту фурнитуру. Он тоже немецкими традициями вдохновлялся, создавая. И юбка домотканная. Для того, чтобы цветовое решение повторить, как на предметах из музея, аутентичных, мы заказали вручную ткань, чтобы нам соткали. Если ты создаешь что-то аутентичное, то нужно это сделать качественно, и чтобы это было, ну, true такое, а не какая-то подделка. У меня часто во сне загружаются картинки, которые, ну, я сразу не осознаю, но потом это, видимо, преобразовывается в жизнь. То есть, в общем, художника, по сути, может вдохновить все, что угодно. Художники — это такие приемники. Субтитры создавал DimaTorzok